Здравствуйте, меня зовут Евгений и сегодня я хотел бы с вами разобраться в тонкостях и нюансах сервисного меню котла Вармы. Вход в сервисное меню осуществляется нажатием двух клавиш одновременно, ресет и минус отопление. Удерживаем клавиши в течение 5 секунд. Мы видим выбранный нами параметр P00 и его значения попеременно перемегиваются. То есть параметр у нас P00, выбранное значение 300. Для навигации в меню используются клавиши плюс и минус отопление. Для входа внутрь параметра необходимо однократно нажать кнопочку включения и выключения котла. Мы с вами на дисплее наблюдаем треугольник. Он нам символизирует о том, что мы вошли внутрь параметра и теперь при нажатии клавиш плюс и минус отопление у нас изменяется параметр. Параметр P00 отвечает за тип газа. Значение 300 означает, что выбран природный газ. Значение 001 означает, что выбран сжиженный газ. В данном случае котел у нас подключен к магистральному природному газу, поэтому оставляем значение 00. Для сохранения параметра однократно нажимаем клавишу включения-выключения котла. Параметр P01 отвечает за максимальную мощность при работе на систему отопления. Необходимо изменять значение в случае, если мощность котла существенно превышает запрашивающую мощность на систему отопления. Параметр P02 отвечает за подачу газа на розжиге. Заводское значение 40%, что равняется минимальной мощности. Значения меньше 40% все равно будут приравнены к 40%. Значение больше необходимо выставлять в случае, если у нас низкая калорийность газа или же когда мы работаем на природном газу при первой заправке. Так как калорийность газа на первых этапах после запуска у нас нестабильная, рекомендуется выставлять минимальную мощность порядка 55%. Параметр P03 отвечает за простой котла во время работы на систему отопления. То есть, когда котел у нас выключился по избыточной температуре до последующего запуска, в данном случае у нас пройдет 3 минуты. Можно изменять значение от 0 до 10 минут. Параметр P04 отвечает за время выхода на максимальную мощность при работе на систему отопления. Заводское значение 3 минуты. Максимум можно растянуть до 10 минут. Это необходимо, если у нас малая площадь и мы решили экономить количество запусков. Параметр P05 отвечает за время выбега насоса после работы на приготовление горячей воды. Важно заметить, что данная функция будет активна при работе с комнатным термостатом или при переходе с зимнего режима на летний. Параметр P06 отвечает за время выбега насоса после работы на приготовление горячего водоснабжения. Параметр P07 время задержки расходомера ГВС. Данный параметр не влияет на работу одноконтурного котла. В двухконтурных котлах данный параметр не рекомендуется выставлять ниже единицы. Параметр P08 минимальное время работы на отопление. Параметр P09 регулировка температуры включения и выключения ГВС. Заводской параметр 0 изменять не рекомендуется. Параметр P10 тип датчика протока ГВС. Активен только на двухконтурных котлах, не рекомендуется изменять, так как датчики всегда поставляются одни и те же. Параметр P11 тип нагрева отопления. Заводской параметр 0, радиаторы. Необходимо оставлять данный параметр. Если мы выставим параметр 1, в сервисном меню как раз прописано, что не устанавливает. В таком случае ограничение максимальной температуры системы отопления будет равно 45 градусам, что в наших условиях недопустимо. Параметр P12 время выбега дымососа после работы на отопление или ГВС. Параметр P13 предел температурной линии подачи отопительного контура при работе на ГВС. Данный параметр крайне не рекомендуется изменять, так как это может привести к частым сработкам котла по перегреву. Параметр P14 наклон температурной кривой. Данный параметр активен только в случае, если подключен уличный датчик температуры. Настройка данного параметра зависит от теплоизоляции конкретного здания. Параметр P15 тип котла. 3.0 значение битермический котел. В данном случае у нас никогда невозможна такая настройка. Параметр 0.0.1 двухконтурный котел. Параметр 0.0.2 одноконтурный котел. Параметр 0.0.3 работа только на систему отопления. Для корректной работы оборудования необходимо выставлять параметр согласно типу вашего котла. Параметр P16 гистерезис ГВС. Данная функция активна только на одноконтурных котлах. Заводская настройка 3 градуса Цельсия. Возможно настраивать от 1 до 10 градусов. Данный параметр отвечает за разницу в градусах между переключением на режим приготовления горячей воды и отключением. Параметр P17 дельта температуры греющего контура и системы горячего водоснабжения во время нагрева бойлера. Заводской параметр 15 градусов. Диапазон изменения данного параметра от 5 до 20 градусов. Данный параметр показывает насколько температура греющего контура будет выше чем настроенная температура горячего водоснабжения. П18 параметр антилегионелла. Данный параметр отвечает за периодичность включения термической дезинфекции бойлера. Если мы выставим значение 0, то термическая дезинфекция бойлера производиться не будет. Максимальное значение 14. То есть термическая дезинфекция бойлера будет производиться раз в 2 недели. Максимальное значение равно 15. То есть термическая дезинфекция будет происходить раз в 15 дней. P19 время для повторного запуска горелки в режиме нагрева ГВС. Данная функция активна только на одноконтурных котлах. Параметр P20 максимальная мощность в режиме нагрева бойлера. Данный параметр необходимо изменять, если мощность котла превышает мощность теплообменника бойлера. Иначе это может привести к перегреву котла. Параметр P21 конфигурация подсветки дисплея. 0. Активно 60 секунд. 1. Активно в режиме запроса приготовления горячего водоснабжения и системы отопления, а также в режиме ожидания 60 секунд. 2. Активно постоянно. То есть дисплей будет всегда подсвечиваться. Параметр P22. Минимальная мощность при работе на систему отопления. Регулируется от 0 до 100%. Диапазон изменений от 0 до 100%. Но так как минимальная мощность котла равна 40%, значения ниже не будут приводить к изменениям. Параметр P23. Температурный интервал для включения горелки. Регулируется от 0 до 10 градусов. То есть если мы выставим значение в 10 градусов и настроим температуру системы отопления на 50 градусов, повторное включение котла произойдет на температуре в 40 градусов. На этом мы завершаем разбор сервисного меню. Спасибо за внимание!